Коллеги, добрый день! Мы рады приветствовать вас на вебинаре компании Аксилот. Тема нынешнего вебинара – новый релиз 1С ВМС, функции и возможности. Напоминаем, что в конце вебинара вы можете задать все интересующие вас вопросы, написав их в специальном окне панели управления. Также материалы данного вебинара вы сможете найти на нашей страничке в YouTube или на сайте axilot.ru и axilotlogistics.ru. Ведущими вебинара будем мы – Кондрашов Сергей и Суздалев Сергей Николаевич. Собственно, я занимаюсь развитием бизнеса в части тем управления логистикой, а Сергей Николаевич является ведущим консультантом логистического направления нашей компании. Собственно, мы не будем рассказывать вам сегодня про то, какие мы замечательные, какая у нас хорошая компания. Мы, наверное, больше покажем вам наше решение. Но для тех, кто с нашей компанией не знаком или знаком не очень плотно, вкратце представим, что мы и кто мы. В текущий момент компания Axilot облагодает самой большой и самой опытной командой консультантов, программистов, логистов, странах, подружества независимых государств. Одним из направлений деятельности у нас является оптимизация, автоматизация складской, транспортной логистики и логистика управления запасами и закупкой. Также мы занимаемся IT и логистическим консалтингом, что предвосхищает практически каждый проект. Кстати, о проектах. Их мы выполняем по сертифицированной проектной технологии внедрения. Но мы не ограничиваемся только автоматизацией, либо же оптимизацией. Мы делаем комплексные проекты, то есть подбираем и поставляем все необходимое оборудование в рамках проекта. Так как склады становятся все больше, системы становятся все востребованнее, все интереснее, то все больше пользователей к ним подключаются. Соответственно, у нас есть проекты большие, очень большие, где требуется проектировать систему и оптимизировать ее согласно требованиям по производительности. После того, как мы завершаем проект, конечно же, наш клиент не остается темой один на один. Мы оказываем услуги по удаленной поддержке и сопровождению. В рамках проекта мы применяем следующее решение. Безусловно, мы работаем с компанией 1С, это само собой разумеется. В рамках проекта мы поставляем оборудование серверной компании IBM, программное обеспечение баз данных Oracle, либо Microsoft. В рамках складских проектов мы используем оборудование компании Motorola и Zebra. Это на текущий момент логичная компания, то есть оборудование такое, как терминалы сбора данных, сканеры штрих-кодов, Wi-Fi оборудование, принтеры, печати и циклеток. Все может быть выполнено монобрендово, соответственно, с соответствующей гарантией и качеством. В рамках проекта по автоматизации документа оборота мы используем программное обеспечение EBI, такой как EBI FlexiCatch, который позволяет автоматически распознавать сканируемые документы и распределять их по тем местам, на хранилище или в базе, которые нам интересны. Также мы занимаемся, наверное, образовательной и публицистической деятельностью. То есть мы издаем книги. Книги издаются как по складской логистике, такие как Эдвард Прозелли «Мировые стандарты складской логистики», Иерон Питер Вандерберг «Складка. Конкурентное преимущество», так и более широкие по своей специфике книги. Это «Новая идея управления цепями поставок» и RFID «Одна технология тысячи решений». Мы достаточно долго анализировали, с кем все-таки к нам приходят доказчики и увидели, что на самом деле у большинства заказчиков цели и задачи они пересекаются, либо вообще идентичны. Задача у всех по большому счету следующая. Увеличить скорость обработки, повысить точность, улучшить качество, гибко реагировать на изменения нагруз. И все это хочется делать при снижении затрат на складскую логистику и при снижении зависимости от человеческого факта. Если вот эти задачи просуммировать, то получать целью внедрения любой системы управления складом является повышение эффективности работы складского комплекса. Как раз про повышение эффективности мы сегодня и поговорим. Среди наших проектов порядка тысячи инсталляций. Соответственно, мы присутствуем в более чем 125 городах России и странах СНГ, а также есть у нас завершенные внедрения в Китай и в Италии. И среди наших проектов, на самом деле, практически все отрасли, которые представлены на рынке. Огромное количество клиентов, да, то есть практически в любой отрасли есть на кого равняться. И лидеры рынка, они выбирают наше решение. Так вот вопрос, почему же они выбирают именно наше решение? Ну, ответ на самом деле очевиден. Система 1СВМС является единственным коробочным решением на российском рынке. Но при этом, несмотря на то, что это коробочное решение, в нем заложены такие широкие функциональные возможности, с которыми, на самом деле, большинство решений достаточно слабо конкурируют. При этом, несмотря на то, что эта система коробочная, она позволяет адаптировать тот функционал, который заложен в коробке, под условия работы практически любого склада. Система написана на платформе 1СПредприятия 8, что, собственно, позволяет ее модифицировать достаточно быстро, просто и недорого. При этом, система позволяет реализовать те функции гибкости, масштабируемости и производительности, о которых мы говорили ранее. То есть, это, может быть, возрастающие или убывающие тренды в количестве заказов, в объеме этих заказов, в количестве сотрудников, которые подключаются, ну и так далее. При всем при этом, система имеет стопроцентно открытый программный код, что позволяет вам администрировать, тиражировать систему своими силами и так далее. Ну и, конечно же, немаловажно, это опыт аналогичных проектов, аналогичных предприятий, что для клиента достаточно интересно. Потому что, если вы занимаетесь, ну, например, являетесь 3PL-оператором, то вам было бы интересно посмотреть, как подобно реализовано у вашего ближайшего конкурента или у лидера, который на несколько голов выше вас. Соответственно, это можно всегда организовать, по крайней мере, попробовать это организовать, подобные связи, либо общение. Ну, с вводной частью мы закончили. Соответственно, переходим к самому интересному. Сергей Николаевич, передаю тебе слово. Еще раз всем здравствуйте. Как сказал коллега, сегодня мы хотим продемонстрировать вам новую возможность системы, новую версию платформы 4.07. Собственно, перейдем к самой системе. Вот так вот выглядит первоначальный запуск системы. На интерфейс вводится деловое окно помощника заполнения информационной базы. Мы можем при помощи данного сервиса сразу перейдить на настройки системы, либо вернуться к этому позже. Но для начала мне хотелось бы познакомить вас с меню и интерфейсом системы, рассказать о существующих справочниках. Затем, собственно, мы и приступим к настройке ВМС, используя наш помощник. Скажу сразу, что в качестве примера мы пытаемся создать некий стандартный склад с зоной палетного хранения. Постараемся реализовать полочное хранение с мезонином, зону отгрузки, упаковки, приемки. В данном релизе реализована возможность интерфейса такси. У меня этот интерфейс несколько неудобен. Ну, возможно, делать привычки. Ну и в силу того, что я произвожу демонстрацию у Snowbook с маленьким разрешением экрана. Поэтому скажу, что такая возможность есть, но переходить на этот интерфейс не буду. Рабочий стол представляет собой список плановых документов на день. Мы здесь видим список ожидаемых документов, берем список заказов на отгрузку. Это, собственно, та информация, которая позволяет нам планировать работу на день. Меню приемки содержит в себе рабочий стол диспетчера приемки. Это стационарное рабочее место, то есть не мобильное. Ожидаемые приемки – это, опять же, список ожидаемых приемов. Собственно, сами документы приемки. В меню «Отгрузка» содержатся заказы на отгрузку. Если мы используем рейсы, то в последующем сюда добавляются рейсы, волны отгрузки. Но мы ко всему к этому прием, когда выполнено первоочальное заполнение. Также необходимо сказать, что в системе есть достаточно широкий спектр нормативно-справочной информации. Собственно, справочники наследуются из корпоративной системы, но не все. Некоторые справочники мы имеем возможность создавать сами. Но, в частности, справочники по трагментам организации и номенклатуры – это те справочники, которые в большинстве случаев мы интеллируем из корпоративной системы. После того, как мы сделали краткий обзор по меню, мы перейдем в меню «Администрирование». Первоначальное заполнение системы – это тот сервис, который выводился нам при самом первом запуске. Что же здесь такого интересного и что мы получим в результате? Чем хорош данный сервис? На самом деле, этот сервис нам позволит создать топологию склада, создать единицы измерения, задать некую стратегию, по которой будет работать склад. То есть, при правильном подходе, при правильном заполнении мы получим работоспособный склад, всего используя 22 шага первоначального заполнения. Конечно, необходимо будет сделать некие дополнительные настройки в части складских событий, может быть, продублировать некие стратегии размещения и добавить, либо изменить какой-то алгоритм. Ну, это согласно тому, какие бизнес-процессы происходят у вас на складе. Итак, начнем. На первом шаге первоначального заполнения система запрашивает у нас указать единицы измерения, которые будут использовать у нас на складе. Ну, мы возьмем, скажем так, стандартный вариант, штуки, упаковки, коробки. Единицы измерения массы. Укажем килограммы, мы видим, что автоматически единица измерения массы подставилась в основные единицы измерения. Укажем, что длину мы будем мерить в метрах, единица измерения объема поставилась в кубических метрах, ну и для того, чтобы заполнился объем, поставим еще литра. Если мы хотим создать прочие единицы измерения, ну, такие, может быть, как бухты, барабаны, мы всегда это можем сделать, перейдя на закладку создать прочие единицы. Вот мы видим, что у нас на интерфейсе появились те единицы измерения, которые мы указали. Здесь мы можем как создать самостоятельно, ну, написать, указать, мерные единицы или не мерные, выбрать также представление полей на терминале сбора данных. Ну, предположим, напишем, что единица будет барабан, укажем, что это будет средний тип грузообработки. Скажем, что это будет мерным единицам. Или также мы можем отсюда подобрать из классификатора. Здесь стандартный классификатор платформы, довольно широкий перечень, то есть можно выбрать любого вставленных единиц в данном классификаторе. После того, как мы выбрали единицы измерения, которые мы будем оперировать на складе, мы переходим по второму шагу и, собственно, система запрашивает у нас типы контейнеров, которые мы будем использовать на складе. Ну, под контейнерами здесь поднимается некий транспортный носитель, в котором мы будем перемещать товар внутри склада. Мы скажем, что мы будем использовать два типа европоддонов, это евро и финка. Ну, будем использовать короб для отбора товара штучного. Также можно отсюда же создать другие типы контейнеров. Видим, что система записала нам данные элементы. Но я здесь создавать не буду. Скажу лишь, что такая возможность имеется. Дальше система предлагает нам проставить флаги в таких настройках, как ведется ли учет пустых контейнеров, ведется ли учет возвратной тары или свободной тары. Ну и также мы можем указать, работаем ли мы с грузовыми местами без указания состава. Каждая из этих опций под собой несет свою логику. Ну, например, при установке данного флага система будет просить переместить пустой палет, который остался в ячееке после отбора товара. При установке флага по учету возвратной тары система будет вести учет в отгруженной таре контрагентом. Учет свободной тары позволит нам контролировать свободную тару, ну, например, на смену, либо на ближайшую перспективу. Работа с грузовыми местами, ну, в частности, используется для груздокинга. Перейдем к следующему шагу. На этом шаге первоначального заполнения система запрашивает у нас типа используемого ячеек на складе. Мы честно скажем, что у нас есть оборота, есть зона упаковки, куда мы отбираем товар. Собственно, будут у нас и грузовые стеллажи. Причем, обращу внимание, что мы выберем только один тип ячейки. Это ISO-1, так называемая евро, потому что в последующем мы будем использовать такое понятие, как блоки ячеек. Для мезонина мы выберем ячейку полочного стеллажа, укажем, что мы будем использовать блоки ячеек. Блоки ячеек FIM-EURO-FIL. Посмотрим, что из этого получилось. Да, видим, что система создала несколько типов ячейек. Если необходимо добавить какие-то другие типы ячеек, это всегда можно сделать при помощи кнопочки создать новый элемент. На четвертом шаге система просит нас заполнить правила совместимости товаров в зоне. Здесь нужно отметить, что, может быть, некоторые шаги заполнения не совсем логичны, но именно рекомендуется заполнять в той последовательности, в которую выводит система. Потому что на более поздних шагах одна настроечка цепляется на другую. То есть на этом шаге, если мы заполним правила совместимости, то на последующих шагах правила совместимости мы будем использовать в стадии приема. Что же это за правила совместимости товаров в зоне? Эти правила позволяют нам, какой товар с какими характеристиками мы будем хранить в одной ячейке, либо в одной зоне. В нашем случае мы выполним все предопределенные настроенные элементы. И посмотрим, как это выглядит внутри. Причем на различных складах могут быть своеобразные свои правила. Мы считали, что это одни из наиболее распространенных правил. Допустим, это правило запрещено смешение партий по одной намплатуме не более трех товаров. Как это выглядит внутри? Внутри мы говорим, что запрещено хранение разных партий намплатуры, но три товара в одной ячейке можно смешать, если это товары одной партии. Если у кого-то другие параметры, всегда можно, отпираясь на те правила, которые есть в системе, либо изменить, либо создать какие-то свои правила. Не обязательно использовать те, которые есть в системе. Но в качестве примера это может быть наглядным пособием. Перейдем к следующему шагу. Этот шаг – генерация структуры склада. Здесь необходимо достаточно четко проанализировать, какие у вас есть зоны, стеллажи, как они располагаются, используются за ними или не за ними. В принципе, по большому счету, изображенные здесь схемы могут не всегда совпадать с тем, что есть реально на складе. Но мы всегда можем после того, как создадим, донастроить зоны склада, добавить или переименовать. В нашем примере мы выберем, что у нас есть елеобразный склад, примерно по площади, порядка 5000 квадратных метров. Мы скажем, что у нас есть приемка. Собственно, отсюда происходит заход товара. Далее мы перемещаем товар в хранение. Это грузовые фронтальные стеллажи с 7 ярусов. где отбор осуществляется с первого и второго яруса и, собственно, хранение товара с третьего по седьмому ярусу. Собственно, есть отдельно выделенная зона мезонина. Причем мезонин двухэтажный. И вот здесь данный квадратик говорит нам о том, что в этой зоне используется лифт. А лифт для системы является транзитный ячей. Собственно, этот пример нам и не интересен, поскольку мы в дальнейшем увидим, что система сама сформирует транзитные перемещения на складе. Посмотрим, что у нас в результате получится. Да, мы видим, что система создала нам перечень зон. Посмотрим иерархию, которая у нас получилась. То есть, не заменим по-честному второй этаж, первый этаж, лифт. В основном хранение, хранение, отбор коробок. И, собственно, в зоне экспедиции это ворота отгрузки, приемки и зона для контроля упаковки. Перейдем на следующий шаг. Вот здесь как раз на этом шаге система просит нас настроить транзитные зоны, либо еще какие-то добавить зоны. Посмотрим, что у нас есть уже в списке транзитных зон. После создания выборов до конфигурации, которая была нам предложена на предыдущем шаге, мы видим, что система сама разрисовала карту, куда нужно перемещать товар. Выглядит это вот так. Если нам, допустим, необходимо добавить еще какую-то зону, мы беспрепятственно это можем сделать, копировать сюда, вставить. И, допустим, скажем, что у нас есть еще одна некая зона. Допустим, назовем ее зона брака. Скажем, что это тип зоны хранения контейнеров. Здесь, в принципе, настройки больше никакие заполнять не будем. И скажем, что вот из зоны брака, допустим, товар также перемещается в отбор штук. Ну, здесь нужно понимать, что последовательность движения может быть своеобразная. Я вот создал такую. Занесем данную схему размещения на второй этаж. Сохранить. Посмотрим, что у нас добавилось еще одно транзитное направление. Собственно, на этом же шаге мы можем сгенерировать топологию. Как я уже и говорил, мы будем использовать грузовые и полочные стеллажи. Ну, скажем, что в нашем случае зона хранения тип ячейки грузового. Прошу прощения. Мы будем здесь использовать блок ячеек, конечно же. И тип блок ячеек вот такой вот. Ну, назовем это, допустим, хранение. На этом этапе система запрашивает помещение. Помещение у нас одно. Мы скажем, что это одно помещение. Дальше система попросит нас указать проезды. Мы скажем, что у нас шесть проездов. На предыдущем шаге поставил разделитель. Сейчас мы его поставим. Ну, вот здесь еще можно указать тип проезда, который используется на складе. Ну, по умолчанию мы выберем вот такой тип проезда. То есть, каждая линия — это свой проезд. И, собственно, расположение первой линии, в нашем случае, будет вот такое. Перейдем дальше. Собственно, сами стеллажи. Скажем, что у нас здесь будет пять стеллажей. Ну, и, собственно, в зоне хранения мы используем ярусы с третьего по седьмой. Ярус. Вот таким образом у нас получилось 450 мест хранения. Система загенерировала данные ячейки. Мы можем посмотреть структуру склада, которая у нас получилась в результате. Ну, перейдем пока к формированию следующих ячеек. Также скажем, что у нас здесь блок Eurofin. Назовем это отбором. Скажем, что помещение один. Укажем некоторое количество проездов. В нашем случае это шесть проездов. Укажем количество стеллажей. Ну, и сделаем все аналогично тому, как мы делали, собственно, с хранением. Только, естественно, укажем, что количество ярусов два. Система в фоновом режиме генерирует ячейки. Мы же можем пока на этом этапе настроить порядок обхода ячеек. Ну, то есть порядок обхода, рейтинг ячеек. То есть мы можем задать последовательность размещения, последовательность обхода при отборе, при монетаризации и последовательность обхода при размещении. Собственно, сгенерировать конкрольные числа, после этого необходимо использовать. На этом шаге также можно указать примерное количество пользователей системы, то есть стационарный терминал сбор данных. Нужно, естественно, ориентироваться реальных цифр, потому как мы сталкивались с такой ситуацией, что пользователей указывал больше 300 человек, а на самом деле работало 5, естественно, система начинала тормаживать, потому что думала, что на сервере гораздо шире возможности и спускала там своеобразные алгоритмы, которые не предусматривают, потому что работало всего 5 сотрудников. Перейдем на следующий шаг – общие настройки и приемки. Здесь система просит настройки создать источники поступления, в системе есть некие предопределенные элементы, на наш взгляд, наиболее часто используемые. Также, в принципе, на любом складе могут быть свои источники и не составляет труда создать свой источник поступления и подвязать ему в свою стадию приемки, то есть только алгоритм, который будет использоваться при приемке. Мы скажем, что у нас используется предварительная приемка для быстрого выпуска водителя. Да, мы будем использовать кроссдокинг. Склад у нас не при производстве, хотя если у кого-то склад при производстве, то можно включить это, и система будет рассчитывать время выхода полет с линии. В нашем случае мы скажем, что приемка сверхплана разрешена. Ну, зачастую бывает, что поставщики иногда привозят лишку либо не тот товар. Ну, чтобы не создавать дополнительных трудностей, там, в разруливании ситуации с бухгалтерией, можно использовать механизм разрешить приемки и уже попав, потом, производить взаиморасчеты с поставщиком. Просрочный товар нам на складе не интересен, поэтому скажем, что запрещен. Причем вот эти вот настройки можно подставлять для каждой стадии. То есть для одной стадии, допустим, можно, для другой стадии нельзя. Но об этом я скажу чуть дальше. И, собственно, здесь мы можем указать, если в случае контроля приемки выявились какие-то расхождения, будем ли мы считать эту недопоставку или будем считать потери на складе? Ну, наверное, логично, конечно, считать недопоставку, если у нас склад не на каком-то проходном месте стоит, и мы приняли тут товар сразу же сейчас. Хотя ситуации бывают разные, поэтому мы такой механизм предусмотрели. В принципе, может быть, у кого-то такие ситуации возникают. Перейдем к следующему шагу. Это вторая часть настройки приемки. Здесь система просит нас указать правила сортировки товара по контейнерам при приемке товара на склад. Что здесь имеется в виду? Ну, например, при приемке товара нельзя смешивать разные партии на один транспортный носитель, либо разные маниплатуры нельзя смешивать, разные статусы. Ну, или, допустим, для товара, который будет размещаться в одну зону, мы скажем, что маниплатура с одинаковой моделью учета надо положить на один порядок. Ну, то есть создать некие свои правила сортировки, которые нам будут интересны, мы здесь, в принципе, все их выберем. Сейчас посмотрим, как они выглядят внутри. Опять-таки, мы создали наиболее типовые, но часто используемые. У вас всегда есть возможность создать на основании свои какие-то правила сортировки, либо просто в произвольном порядке создать. Давайте посмотрим, как это выглядит внутри. Например, номенклатура с одинаковой стратегией отбора. Ну, вот, есть такой реквизит у нас, как модель учета. К нему подвязана, собственно, сама стратегия отбора. То есть, при приемке запрещена приемка товара с различающими характеристиками. То есть, всегда на поле система будет предлагать или запрещать складывать товар с разной стратегией отбора. Ну, в частности, еще один пример, допустим, только одна номенклатура и партия. То есть, разные номенклатуры и партии, если мы принимаем, то система скажет, нельзя класть на данные транспортные носители, разные номенклатуры и партии. Ну, мы видим, что доступные поля для выбора характеристики, они на самом деле большие. Да, мы можем отсортировать по-разному вообще критерии статуса номенклатуры. Собственно, сама номенклатура, плюс там еще номенклатура. По классам АВСР, ну, различные по единицам измерения, допустим, штучкам, коробкам. Все это можно выполнить в правилах сортировки при приемке. Перейдем к следующему шагу. Шаг стадии приемки. На этом шаге мы осуществляем гибкую настройку алгоритма прохождения товара от приемки до размещения. В принципе, таких стадий может быть бесконечное количество. Мы можем использовать эти стадии как для разных контрагентов своих, так и просто общую стадию какую-то. Ну, в зависимости от правил интеграции, которые мы прописали, при загрузке ожидаемых планов поступления будет поставлена та или иная стадия. Ну, если разрешено у нас платить, в принципе, создавать документы плановые вручную, то никто не запрещает подставить свою стадию, чтобы бизнес-процесс шел так, как мы это хотим. Ну, касаемо гибкой настройки, то есть мы можем сказать, что приговорительную приемку, допустим, если мы используем, да, используем. После приговорительной приемки будет приемка. Мы видим, что по факту перехода по дереву у нас выходят дополнительные настройки. И здесь мы, допустим, можем указать, что запрещено несколько активных приемов, нужно запрашивать партию, будем печатать этикетки принятых в контейнерах, ну, допустим, маркировать товар и вводить ячейку размещения. А если необходим контроль приемки, всегда можно сказать, да, мы еще будем использовать контроль приемки. Если он не нужен, то можем, в принципе, отключить его и сказать, что у нас будет процесс вот такой вот. Опять же повторюсь, таких стадий может быть бесконечное количество, и в каждой стадии могут быть указаны свои там флаги, галочки и вот прохождение по данному дереву. Перейдем к следующему шагу. Собственно, приемку мы прошли, то есть мы уже можем принимать товар на склад. И переходим к общей настройке отгрузки. Здесь также необходимо выполнить последовательную настройку, то есть настройки задать направление отгрузки. Аналогично списку источных поступлений в системе, когда осмотрены предопределенные элементы направления отгрузки. Опять же, мы взяли наиболее часто используемые, ну, типовые, так скажем, возврат поставщику отгрузки производства, клиента на склад самовылаз и списание. Если есть какие-то другие, всегда можно добавить, прописать под них правила и в дальнейшем можно использовать в стадии, в зависимости от контрагента, которому требуется отгрузить заказ. Перейдем дальше. Здесь у нас система просит заполнить какие-то флаги, по каким правилам мы будем группировать заказы. Ну, скажу, что в системе есть несколько таких правил. Это группировка заказов волны, которая позволяет проводить контроль состояния пунктов заказов. Ну и, собственно, по каким-то правилам объединения волны она объединяет эту волну и спускает для планирования отговоров. Мы скажем, что да, мы будем использовать данную группировку. Есть еще рейсы. Ну, здесь все гораздо проще. То есть мы консультируем заказы под один рейс и переводим их в отбор. Собственно, рейсы уже в последующем могут объединяться также в волны. Ну и группа отбора – это товар отбирается в группу, а потом уже осуществляется последующая сортировка отобранного товара сразу по заказу. Ну, оставим зону сортировки и упаковка. Скажем, что будем использовать кластерное отборное мезонение. Этот отбор позволяет нам сразу одним обходом отбирать несколько заказов. Также система нас спрашивает, каким образом мы будем производить группировку заказов на отбрузку. Ну, собственно, мы скажем, что при создании заказа, как только он записался, исходя из текущих визитов в заказе на отбрузку, необходимо будет сформировать волну либо в рейсе, либо в группу отбора. Ну и, собственно, сами правила группировки. Скажем, что да, пусть будут такие правила каждые два часа. Так, в рейсе, если это одна волна и одна стадия отгрузки, ну и в группу отбора будет включать не более близкие заказы. Посмотрим, как выглядят данные правила группировки. Ну, те, что мы выбрали, поправлюсь, создались и видим, что здесь вот указана дата отгрузки, которая есть в заказе на отгрузку. То есть все заказы в данной датах будут объединены волной и периодичность передачи 2 часа. Правила создания – это правила соркировки. Перейдем к следующему шагу. То есть первую часть общей настройки отгрузки мы прошли. Перейдем к следующему шагу. Это, собственно, когда, в какой момент необходимо передавать в отбор волны сформированные, группы, ну и, собственно, сами заказы. Поскольку мы на предыдущем шаге выбрали все три алгоритма, то здесь также мы запомним, что вот по завершению предыдущего отбора на 70% необходимо запускать следующую волну в отбор. Если хотим создать какие-то другие правила, опять же переходим на первоначальном заполнении в указать прочие правила передачи в отбор и задаем свои правила, те, которые интересуют наш бизнес-процесс. В системе есть такое понятие – мастер-контейнеры, в которых консолидируются, собственно, контейнеры для отгрузки. То есть это транспортные короба или транспортные носители, которые объединены на другом транспортном носителе. Ну и вот здесь система нас спрашивает, необходимо ли резервировать подрейс транспортные носители для последующей консолидации. Ну, мы скажем так, что, в принципе, нормально, экологично, поэтому нам подрейс необходимо сконсолидировать некое количество мастер-контейнеров. Разрешена ли отгрузка сверхплана или запрещена? Ну, здесь вопрос тех процессов, которые есть на складе. То есть, в принципе, мы можем под каждую стадию сказать – здесь можно, а здесь нельзя. Ну, на некоторых проектах встречалось, что возвращена отгрузка сверхплана, когда нет, так называемого, плана заказа, окружаем практически все, что видим, при этом фиксируем в системе, а потом поставку мы даем корпоративной системе о том, что мы отгрузили. Ну, в нашем случае скажем, что запрещено, не хотим отгружать лишний товар со склада. И вот еще одна возможность – укажите правила укладки товара и упаковки. В принципе, на каждом складе эти подходы могут быть индивидуальны. Могу лишь сказать, ну, или даже показать, что, допустим, правила укладки, ну, допустим, виды укладки, какие могут быть там слоями-столбами. Ну, допустим, выберем тип контейнера Европардон. Каким образом нужно укладывать? Высота, чтобы была там не выше 1 метра 70 сантиметров. Минимальная, допустим, высота 1,5. Причем эти правила могут быть подставлены для контрагента и в последующей следе соблюдаться. Ну, особенно это актуально для сетей, ну и, в принципе, для оптимальной загрузки в машину. Здесь есть укладка. Планировать укладку частично с планированного заказа. Но мы, наверное, это использовать не будем. Укажем, что целые слои отдельно. Считать целыми слои, ну, скажем, допустим, 90 процентов. И добавим какие-то поля, допустим, упаковки номенклатуры. Правила группировки в упаковке. То есть коробки. Сначала она будет группировать, потом рулоны. Ну, или там мелкие какие-то единицы измерения. То есть такое последовательство наложено. Естественно, можно здесь группировать и сортировать по весу, по объему. Ну, сначала мы скажем, что по массе, потом по объему. Но, опять же говорю, это индивидуальный подход. Здесь нужно очень творчески подходить, реально проанализировать те процессы, которые есть у вас на складе. Ну, допустим, назовем сети. Ну, такое правило можно использовать в какой-то этой стае. Перейдем на следующий шаг. Шаг номер 12. Расчет контрольного времени, к которому заказ должен быть собран. Вот здесь мы видим, что у нас первой строкой выводится период сбора статистики. То есть это период сбора осреднения норм для того, чтобы можно было в последующем рассчитывать дедлайн. Ну, в зависимости от нагрузки, которая есть на складе, от оборота, можно это время либо увеличить, либо сократить, для того, чтобы система более-менее нормально осредненно рассчитала. Рассчитывать объем заказа на отгрузку по. Ну, здесь достаточное количество параметров, которые мы можем рассчитывать. То есть количество строк, количество масса объема. Ну, и производить расчет контрольного времени при записи, либо при планировании ворот, либо при датчике выполнения. Опять же, это индивидуально. Мы оставим, что вот так, как есть. И, собственно, дата отгрузки – это дата и время отбытия транспортного средства. Ну, на мой взгляд, это достаточно честно. Чем скорее склад отпустят водители со склада, тем быстрее заказчик получит свой товар. Ну, может быть, не всегда это оправдано, но мы оставим это в таком виде. Автоматически запускать планирование заказов – да. Планируют волну целиком? Ну, да. Планируют волну целиком, потому что, в принципе, частично нам, может быть, и не интересно. Хотя, если поступление заказов осуществляется непропорционально, то можно, в принципе, планировать волну, не дожидаясь, пока она наполнится. Ну, и, собственно, скажем, что автоматически передавать водбор. И вот здесь вот есть еще такой флаг – «Передавать водбор только полностью спланированные заказы». Ну, на мой взгляд, нужно передавать только полностью спланированные заказы, чтобы потом в последующем не добирать какие-то части, которые на текущий момент не было товаров в зоне оббора. Ну, допустим, нужно было выполнить подпитку, чтобы сотрудник дважды не подходил в одной ячейке. Но, опять же, ситуации могут быть разные. В нашем случае мы поступим именно таким образом. Перейдем на двенадцатый шаг нашего первоначального заполнения. Здесь система нам аналогично стадии приема просит выполнить гибкую настройку в стадии отгрузки. И также, собственно, как и в самой приемке, мы имеем возможность выполнить гибкую настройку. И вот этих вот стадий может быть также бесконечное количество. Собственно, под каждого контрагента может быть своя стадия. Мы скажем о том, что мы будем использовать вот такой вот механизм. То есть после отбора товара мы переместим товар в зону контроля упаковки. Там осуществим контроль, некую консолидацию. И, собственно, потом отвезем в зону готовых заказов до момента отгрузки. Аналогично стадии приемки на каждом шаге мы можем задать свои правила формирования печати упаковочного листа. Допустим, на этапе упаковки, если мы упаковали товар, неплохо было бы распечатать упаковочный лист на контейнере. Нужно ли печатать и маркировать товар? Также мы это можем определить на этом этапе. Ну, скажем, что, допустим, если у элемента справочника упаковка указано маркировки, мы всегда имеем возможность промаркировать данный товар. Перейдем, скажем так, к основной части, то есть это были, так скажем, стратегические договорительные настройки. То, как будет вести себя товар на складе. Ну, а теперь, собственно, сами операции, которые мы будем исполнять. В нашей системе предусмотрены такие понятия, как рабочие потоки. Рабочие потоки, в принципе, те операции, которые мы будем выполнять на складе. Их вот здесь достаточное количество. Причем для каждой рабочей зоны, либо для каких-то других правил, могут быть созданы разные рабочие потоки. Ну, здесь я имею ввиду, что отбор, он может быть отбором на втором этаже. И вот задача для сотрудника, который работает с отбором на первом этаже, они не будут пересекаться. Ну, выберем, собственно, сами рабочие потоки. Приемка, предварительная приемка, приемка из грузового места, создание возврата. Перемещение, свободное перемещение, консолидация, это объединение товаров в зоне отгрузки. Размещение, отбор, отмена отбора, подпитка, отгрузка. Ну, и, собственно, свободное и произвольное перемещение. Также укажем, что мы будем еще не только отбирать целыми транспортными единицами, целыми контейнерами, но и просто товар будем отбирать и перемещать его. Ну, вот, свободной отгрузки у нас нет, то есть мы сказали, что нет отгрузки без плана, и поэтому не будем указывать. Ну, и выберем еще универсальное размещение. Инвентаризация и пересчет. В системе данных задач представлены как задача на пересчет, то есть все, что связано с контролем, будь то на приемке, будь то на отгрузке или просто этой инвентаризации, это все является задачей на пересчет. Ну, вот, укажем, что, да, все эти операции мы будем использовать. Вот ВВХ, печать, ну, печать на мобильный принтер или на стационарный принтер, на CSD. Эту опцию мы также будем использовать всегда на складе. Собственно, маркировка. Мы можем вводить штифоны номенклатуры, остатки. Если используются комплекты, номенклатуры состоящие из нескольких элементов справочника, ну, также можно включить данный плат. Ну, и какие-то другие дополнительные операции и опции. Вот здесь, дальше система просит создать и настроить рабочие потоки и установить правила выполнения операции. То есть вот мы уже выбрали какую-то часть рабочих потоков. Посмотрим, как это у нас выглядит. Да, достаточное количество выбрал. И видим, что вот все принципы флажки, которые я нажал, появились такие рабочие потоки. Вот эти рабочие потоки, они доступны сотруднику для выполнения на терминале сборгана. Принцип при использовании бумажной технологии, ну, также можно корпировать задачи по каким-то конкретным рабочим потокам и по тем правилам, которые мы задали. И тут же система нас просит установить правила выполнения, собственно, этих операций. А как же мы будем там это выполнять? Мы зайдем сюда, увидим, что вот у нас тоже создался перечень правил выполнения складских операций. Ну, допустим, зайдем в отбор товара и увидим, что здесь достаточное количество настроек, они уже заполнены автоматически в момент создания нами рабочей операции. Но здесь мы постарались наиболее максимально отразить, ну, или, скажем так, минимизировать участие сотрудника в процессе каких-то выборов своих действий. То есть все, что ему необходимо, это подтверждать и идти в нужном направлении, куда отправляет система. Несомненно, на каких-то складах может потребоваться необходимость усложнения процесса. Ну, допустим, мы хотим, чтобы сотрудник контролировал те или иные шаги и этапы. Тогда, конечно, мы скажем, что здесь можно вводить контейнер отбора, вводить номенклатуру или статус партии подтверждать. То есть на каждом шаге мы можем потом усложнить. Ну, пока мы выбрали такой алгоритм. То есть, в принципе, каждое правило уже настроено. То есть, если это типовые, и вас это устраивает, можно при помощи таких настроек уже сразу перейти к выполнению заданий. Перейдем на вторую часть настройки рабочих платоков. Здесь на этом шаге система просит нас указать причины блокировки задач. То есть, при выполнении операции на терминале сбора данных, мы можем оказаться в такой ситуации, когда, подойдя к ячейке, на операцию взять, нам обнаружили, например, индивидуационный товар. По факту указание данной причины при определенных настройках система спланирует задачу на пересчет тому товара. То есть, после того, вернее, факт того, что, да, действительно, здесь не кондиция, опять же, согласно простому событию, система выполнит, спланирует задачу на перемещение товара в зону брака, ну, или в зону гарантина, какая используется на складе. Вот здесь есть еще причины блокировки, это при операции положить товар, ну, допустим, человек ошибся, отсканировал одну ячейку товара, поставил не в тур, ну, такие ситуации встречаются на складе, тогда мы всегда можем подъехать и сказать, там, ячейка, допустим, занята. Что в этом случае произойдет? В этом случае также можно настроить складское событие, чтобы мы прогематризировали данную ячейку. Ну, а сотрудник, который на текущий момент находится с товаром на руках, мы можем всегда разрешить ему положить товар, допустим, в другую ячейку. Посмотрим, какие причины блокировки у нас получились, вот мы видим, что некондиция там, и действия, которые необходимо сделать. Эти действия, они не предопределенные, их можно изменять. То есть, вот, есть некий список, и, собственно, под каждую причину мы можем указать свое действие. Правила группировки задач. Это правила, используемые для бумажной технологии, как я уже говорил, что здесь может быть некий рабочий потолк. Ну, предположим, отбор товара и скажем, что в зоне брака мы будем отбирать товар по бумаге. Перейдем к следующему этапу. Стратегия планирования. Здесь гораздо все интереснее. Система предусмотрена механизм создания стратегии по умолчанию. В принципе, вот, при первоначальном заполнении, когда мы создали свою зону, свою топологию, система аналогично этому создаст и пропишет все стратегии размещения и отбора по умолчанию. Ну, и подпитки, собственно, компрессии. Мы выберем, да, создать по умолчанию. В принципе, я рекомендую выполнить просто вот эти шаги, чтобы потом посмотреть, а какие же, собственно, могут быть, подстроить под те реалии, которые есть у вас. Посмотрим стратегию размещения, которая у нас получилась и проанализируем, как ли это есть на самом деле. Видим, что полные транспортные единицы системы нам по-честному предлагают поставить в зону хранения. А в зону хранения, мы помним, это у нас с третьего по седьмой ярус зоны фронтальных стеллажей. Средний товар, ну, это коробки, да, то есть мы размещаем сначала в зону коробочного отбора, это первый-второй ярус, а только затем в зону хранения. Ну, и, собственно, мелкий товар, маленькая штучка, размещаем им и за ним, ну, а потом уже размещаем в зону хранения, если нет места на им и за ним. Аналогично этим стратегиям создались стратегии отбора товара, стратегии по умолчанию. В принципе, здесь прописано, что можно отбирать товар последовательно из любой зоны, мы можем убрать какие-то алгоритмы и прописать свои, в принципе, алгоритмы. Также здесь есть стратегия изменения статуса номенклатуры, но это для товара, который имеет срок годности. В первоначальном задании даты производства или срок годности продукции система будет в автоматическом режиме рассчитывать срок окончания данной продукции. Ну, и при наступлении определенного порога система может забраковать продукцию и уже не отпускать ее в реализацию. Ну, и в последующем, собственно, перевести их уже в брак и выполнить перемещение в зону карантина. На семнадцатом шаге необходимо указать модели учета номенклатуры, но это такие некие разрезы, которые используются на складе. Допустим, скажем, что у нас необходимо учитывать партии товара, собственно, срок годности это еще один дополнительный реквизит по партиям. Серийные номера и акцизные номера мы здесь в нашем примере использовать не будем, хотя такая возможность, несомненно, есть. Также скажем, что у нас будут модели учета без дополнительных разрезов, то есть это товар, который не требует для себя какого-то особого учета по партиям или по срокам годности. Ну, и выберем те разрезы и модели учета, которые мы выбрали на будущем шаге. Собственно, скажем, что да, нас интересует классификатор АБЦ и установим период, допустим, 30 дней. Мы можем указать какие-то другие виды классификаторов номенклатуры и выбрать сезонные, указать сезонные изменения классов. То есть для каждых классов мы, допустим, здесь вот с 1 января по февраль, ну и указать, допустим, что для номенклатуры будет коэффициент 1, а для следующей номенклатуры уже будет коэффициент 2. Ну и таким образом система будет использовать сезонность. Статусы номенклатуры. В системе есть предопределенные статусы. Можем создать какие-то свои статусы, которые могут использоваться на складе. Ну, я не знаю, некоторые используют статус, допустим, карантин и только, допустим, отражать его в приемке товара. А на складе это уже брак. И, то есть, при приемке товара этот статус будет, если необходимо, показываться на терминале сборка. Также на этом шаге можно указать размер упаковок номенклатуры, использованной на складе. Ну и, в принципе, сказать, что да, есть номенклатура, у которой есть немуникальные штрих-коды. В этом случае система ведет себя совершенно однозначно. Если у номенклатуры есть немуникальный штрих-код, она на TSD выводит список, собственно, товаров, которые содержит данный штрих-код. И предлагает сотрудник выбрать тот, который сейчас у него перед глазами. Также можно обозначить, будем ли мы использовать температурный режим хранения или не будем. В нашем случае мы не будем использовать. Ну и, собственно, перейти к ресурсам. Ресурсы у нас есть на складе. Это погрузчики, штабелеры, ну и, может быть, вилочная гидравлическая тележка. Ну и еще и рейдштрак, потому что, собственно, на седьмой ярус нам без него никак не достать. Можно так создать свои прочие типы оборудования. Вот на этой закладке «Создать оборудование» мы, собственно, прописываем сами модели оборудования, которые будут использоваться у нас на складе, ну или есть в реале. Из этой формы «Печать этикеток оборудования» мы можем распечатать штрих-коды этикеток, то есть прямо в первоначальном заполнении, как мы только создали все оборудование, можем сразу напечатать этикетки. Ну и, собственно, флаг контролирует совместимость оборудования в проезде при выдаче задач. Да, нам это интересно контролировать. Система просит описать правила совместимости оборудования. Мы скажем, что если в одном проезде регстракт и погрузчик, то надо по крайней мере давать задание. Перейдем на следующий шаг. Это, собственно, сами ресурсы. Здесь мы предусмотрели, ну скажем так, роль старшего погрузчика. Это сотрудник, который унаследует все права и имеет доступ ко всем рабочим потокам. Можно также создать, ну, прочие роли, согласно штатному расписанию, которое есть у вас на ствале. Объединить какие-то группы, ну, допустим, там группы могут быть комплектовщики, плодовщики, я не знаю, группы упаковщиков. Ну и в зависимости от выбранного сотрудника оборудования данные роли будут назначены всех сотрудникам группы. Собственно, создать сотрудников склада. Этот справочник может быть унаследован из корпоративной системы, если выведется такой справочник. Если нет, то, в принципе, можно создать сотрудников самостоятельно здесь в системе, указав ему в один штрих-код, ну и, собственно, роль, которую он будет выполнять. И из этой же формы распечатать сразу бедики для последующей авторизации его в системе. Здесь предлагается указать период осреднения для расчета норм. Ну, скажем, что так же мы будем в течение месяца рассчитывать нормы. Автоматически будем фиксировать уход сотрудника. Могут быть использованы какие-то дополнительные выработки и бригадное исполнение задач. Это когда над одной задачей трудится несколько сотрудников с одним терминалом сбора данных, но для этого они объединяются в одну бригаду и, собственно, в последующем выработке делится пропорционально или в зависимости от правил настройки между сотрудниками. На двадцатом шагом у нас система спрашивает, будем ли мы использовать эту систему управления дворов. В нашем случае мы не будем ее использовать. Я здесь скажу лишь о том, что данная подсистема позволяет нам регулировать движение транспортного средства внутри склада и контролировать установку для отбытия сворот приемки отгрузки. Ну и, собственно, выполнять и давать задания транспортным средствам на какие-то транзитные перемещения. На этом шаге система говорит, будем ли мы использовать обмен данными, да, будем использовать. Собственно, по какому принципу будем мы синхронизировать справочник по уникальному идентификатору. Ну, поставим, допустим, что будем. Выгружать прием по-контейнерным. То есть, по факту принятия каждого транспортного носителя, ну, по завершению приема транспортного носителя, мы можем обмениваться с корпоративной системой. То есть, приемки всей партии товара, ну, всей поставки. Поставим, что да. И, собственно, выполнять обмен при записи документов, то есть при изменении статуса документов, ну, или при каких-то изменениях. Также будем оповещать корпоративную систему. Есть такой очень прекрасный механизм, называется правило конвертации, которое позволяет нам объединять планы отгрузки и планы приемки в некий один документ, который в системе называется заказ на отгрузку и ожидание приемка. И вот после выполнения, допустим, отгрузки на основании планов или приемки, опять же, на основании планов, то в обратном порядке будет выгружено то количество документов, которые поступили в планах. Ну, допустим, в плане приемки пришло 10 документов в одной машине. Ну, чтобы не копаться во всех документах, мы принимаем по одному документу ожидаемую приемку, а система уже согласно правилам конвертации потом в обратном выбросе все это дело распределяет. Ну, укажем в нашем случае, что да, и тут же спрашивает, будет ли использоваться обмен по лоб-сервису. Но здесь мы указали, что мы будем использовать обмен через XML, поэтому использовать не будем, хотя такая возможность и есть. Ну и, собственно, последний шаг, который необходимо выполнить, это создать обработчик сквозких событий, то есть это те механизмы, которые позволяют обеспечивать работу системы без участия оператора, хотя зачастую участие оператора оправдано, потому что разные бывают форс-мажерные, в том числе и ситуация на складе, когда необходимо именно вмешать на спецотворнику. Мы посмотрим, что это такое. То есть вот после нашей уже первоначальной настройки здесь в системе появились некие складские события, по исходному действию которых запускается тот или иной механизм. Ну, допустим, вот у нас в стадиях было указано, что по завершению предварительной приемки система автоматически создаст приемку. Либо вот такой вот очень прекрасный, мы приняли контейнер, дальше необходимо спланировать размещение. Оно внутри все это выглядит. Вот таким образом. Свои типы складских событий мы также имеем возможность здесь настроить, на основании исходного действия выполнить какое-то другое действие. То есть все это ведет к тому, что система использует этот механизм, зацикливает и позволяет не вмешиваться в работу алгоритмов. Вот здесь вот есть такой блок, как донастроить общие настройки системы. Это так называемые константы. В принципе, все, что нам необходимо было, мы выполнили. Ну, здесь, наверное, можно просмотреть просто, что система по-честному поставила те флаги по выбранным нам реквизитам. Ну, если нас что-то еще, допустим, интересует, ну, в частности, допустим, используется мультиязычный интерфейс TSDR, можно всегда поставить такую галочку и в последующем, при выборе необходимого языка, при настройках, системы сможет предложить язык отличный от русского. После того, как мы выполнили все данные настройки, необходимо нажать на кнопочку перестроить и заполнить агрегатом. Желательно не забыть это сделать, поскольку от этого зависит производительность и работоспособность системы. Если мы предполагаем использовать билер, расчет услуг, то можем включить данный флаг, сказать, что месяц. Ну, в принципе, период расчета могут быть заданных для каждого поужидателя отдельно. И тут же осуществить настройки тарифных сеток, создать услугу хранения, которые мы будем оказывать. Вот, собственно, после всех этих настроек нажимаем на кнопку готово и у нас получается типовая работоспособная система. На этом я хотел, в принципе, завершить свою демонстрацию, ну и ответить на имеющиеся у вас вопросы. Да, коллеги, мы с точки зрения демонстрации работоспособности системы завершаем. На тесущий момент ждем вопросов. У нас уже появился первый. На него, наверное, и будем отвечать. Первый вопрос касательно печати этикеток. Чем отличается галочка печати этикеток в стадии приемки и отдельная стадия маркировок? Ну, маркировка – это отдельная стадия, которая может выполняться как отдельная операция. Галочка печати этикеток устанавливается либо для номенклатуры, либо для какой-то операции, в рамках которой будет выполнено автоматическое печать этикеток приемки. Одно дело – это операция маркировка, а второе – это непосредственное печать. В каком моменте происходит автоматическое печать этикеток приемки? В каком событии? Для этого необходимо, чтобы был настроен сервер в печати. В событии должно быть приемка товара. У элементов справочника однозначно должен установлен флаг «Маркировать при приемке». И, в принципе, должен создаться документ «Маркировка». И после этого, насколько я понимаю, должна пойти печать. Покажите, пожалуйста, настройку биллинга и операции, которые могут быть. Услуги ответственного хранения. Здесь мы можем задать какие-то, допустим, операции. Скажем, что это рабочий поток отбора товара. Параметры, по которым мы будем учить. Ну, здесь мы скажем, допустим, что мы будем считать по массе. Также можно использовать дополнительные настройки отбора. Использовать расписание. При использовании расписания у нас может быть использован дополнительный коэффициент. То есть в нерабочее время это может быть двойной коэффициент. Ну и, собственно, после того, как мы выполнили данные настройки, в последующем будет происходить автоматический расчет услуг при определенном задании способствов событий. Так можно подвязать, в принципе, любую операцию, которая выполняется на складе, будь то доп. операция или приемка отбора. С какими типовыми системами 1С существует готовый обмен данными? Пожалуйста, возможность перераспределения заданий по ресурсам в ручном режиме. Ну, здесь опять же вступает в роль механизм диспетчера задач. В принципе, вот здесь есть список рабочих платоков, которые используются у нас в плане. Ну, на текущий момент у нас нет, просто здесь мы можем увидеть количество задач, которые по выполнению. Здесь список активных сотрудников появляется. В принципе, проанализировали механизм, увидели, выделили вот в этом окне задачи, которые нас интересуют, и перетащили их к конкретному сотруднику. Все достаточно просто, интуитивно по мне. Так, следующий вопрос. Возможно ли показать работу с TSD? Нет. Для того, чтобы показать работу с TSD, нам нужен эмулятор, на разъем и веб-сервис, сервер терминалов, это на данном, по-моему, не реализовано? Нет. Ну, собственно, эмулятор-то есть. Просто что конкретно? Если показать вам мобильный клиент, то это можно достаточно быстро. Если какие-то функции, то обычно мы в нашем демо-зале показываем работу со всеми типами оборудования, которые у нас есть. Это и терминалы сбора данных с штрих-кодом, это и, соответственно, голосовые технологии, это и использование световых технологий, пик, байлайта и пук ту вайта. Ну, здесь просто непонятно, что показывает. Давайте, наверное, перенесем. Ну, если по меню погулять, то вот меню. Вот, в принципе, сотрудник практически с неограниченными правами. У него здесь есть все операции, которые нужно выполнять на складе. И сервисные функции, да? Сервисные функции, выбор принтера. Вот выбор, правильно? Штрих-код, товар. Вот остатки. Ну, это так вот выглядит в жизни на обычном терминале. Ну, конечно же, безусловно, смотреть надо на терминал, на его работу с штрих-кодом, тем же самым, и другие технологии. Следующий вопрос. Расскажите, пожалуйста, про голосовые технологии. Про голосовые технологии рассказывать можно довольно долго. Лучше посмотреть, давайте попробуем. Дело в том, что... Ну, голос — это голос, да? То есть у нас поступают задачи от системы в виде «подойди к такой ячейке и возьми такой товар в таком количестве». И кладовщик просто подтверждает каждое из этих действий. Под коллег ячейки он называет кодовое число ячейки. Взяв товар, он может подтверждать этот товар, может не подтверждать. Подтверждая количество, он может называть числа контрольные. Ну, что еще можно сказать про голосовую технологию? Мы используем движок «Нюанс», в принципе, достаточно придавая технология — голос. Ну, «Окей» и «Гугл» — это все из этой же серии. Поэтому, ну, да, мы используем, имеем возможность использовать голосовую технологию. Для голосовой технологии нужна дополнительная лицензия. Да, в анонсе было упомянуто о ШИМ-данах. Это дальше будет? Ну, в принципе, я, честно говоря, не предполагал использовать ШИМ-данах. Такая возможность есть обмена через ШИМ-данах? Ну, мы можем показать, что мы используем данную ШИМ-данах, но при этом у нас нет систем приемников и источников, которые позволили бы показать, как это работает. Вы сейчас можете на своем экране наблюдать настройки этой интеграции, но при этом вы не увидите ни входящих, ни входящих файлов. Да, шина эта включается, вот она и есть. Что за значок световых технологий? В правом верхнем углу выведен знак световой технологии, то есть система может работать с помощью, я уже упоминал, технологии Peak-By-Light и Peak-By-Light. Соответственно, у нас есть специально разработанные тележки отбора, которые позволяют формировать задания и выполнять их на отбор нескольких заказов сразу же в несколько грузовых мест. При этом, ну, так называемый пластерный отбор. При этом этот пластерный отбор усовершенствован тем, что нет необходимости использовать терминал сбора данных, то есть дверки свободные. Подтверждайте то, что вы взяли и то, куда вы положили, с помощью нажатия на одну кнопку, которая находится либо на ячейке размещения, то есть на ячейке, куда вы кладете в этой тележке, либо, соответственно, на ячейке отбора, откуда вы отбираете, либо на нажатии и на ту, и на другую. Достаточно интересная технология. Опять-таки, в демозале мы можем их показать удаленно, это дело достаточно сложно. Еще раз хотим напомнить, что вот все материалы, которые мы сегодня здесь записали, мы их выложим на сайт axelot.logistics.ru и на наш портал на YouTube.